Добрый день. Мы продолжаем цикл видеороликов «Слово эксперта». Сегодня мы поговорим о товарных знаках с экспертом Максимом Колеси. Здравствуйте. Олеся, расскажите, что за тема, о которой мы сегодня будем разговаривать. Сегодня я предлагаю поговорить об исследовании товарных знаков, не обязательно товарных знаков, собственно, других средств индивидуализации, которые сравнятся с товарными знаками, на искусство до степени смешения. Олеся, что за тема товарных знаков, о которой мы сегодня поговорим, что конкретизировано для внимания наших зрителей? Во-первых, нужно сказать, что товарный знак – это в первую очередь зарегистрированное обозначение, на котором у его владельца – это всегда юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, есть свидетельство. Служит товарный знак для обозначения товаров, которые, соответственно, представляют на рынок то или иное юридическое лицо. Также у нас есть еще знаки обслуживания, но сейчас, я думаю, пока не будем затрагивать этот момент. Дело в том, что чаще всего как раз нарушения происходят в связи именно с использованием товарного знака, и в частности, когда по той или иной причине используются обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками. В первую очередь интересно, естественно, когда человеку использовать этикетку, напоминающую этикетку конкурента. Применительно к товарному знаку, когда речь идет об использовании его неправомерно, в частности, судак, встает вопрос о том, является ли это спорное обозначение, причем это не обязательно может быть именно так. Когда товарный знак сравнивается со спорным обозначением, это может быть и фирменное номинование, это может быть коммерческое обозначение, это может быть другой товарный знак, но чаще всего все-таки на стадии регистрации этого товарного знака, это может быть знак обслуживания, который для обозначения услуг у нас используется. Сходство до степени смешения очень такое, на самом деле, зыбкое понятие, поскольку что оно предполагает? Предполагает, что используемое обозначение, оно будет у потребителя, одно и второе, ассоциироваться, как достаточно схожее, похожее, и потребитель будет путать, допустим, товар, который маркирован этим обозначением. Надо сказать, что в качестве товарных знаков, всем известно, могут быть зарегистрированы изобразительные обозначения, комбинированные, когда у нас изображение и, соответственно, словесное обозначение, идет просто словесное обозначение. Чаще всего, когда доходит до судов, то судьи используют следующий подход, считается, что свойство до степени смешения может быть решено с позиции рядового потребителя, является вопросом факта, и судьи сами начинают сравнивать на свойства до степени смешения. В принципе, с одной стороны, это правильно, с другой стороны, в ряде каких-то подходов именно судебных иногда приводят не совсем для сторон ожидаемых результатов. Почему? Дело в том, что у нас сложилась практика, что суды часто идут двумя путями. Либо просто как потребитель, казалось бы, сравнивают два обозначения, либо используют все-таки те рекомендации, которые у нас используются же и при регистрации, соответственно, товарного знака. И тогда более-менее чаще всего все-таки исследование правильное получается. Здесь хочу заострить момент. Вот очень многие, кстати, стороны, зачастую это можно в статьях прочитать научных, жаловались на то, что когда судья с позиции рядового потребителя смотрит, получается какой-то так часто странный подход. То есть, с одной стороны смотрит как потребитель, с другой стороны пытается частично вот эти вот рекомендации применять. Дело в том, что рядовой потребитель, это все-таки потребитель, который чаще всего не сравнивает два положенных рядом обозначения. Если вы вспомните, вы там в магазин приходите, обычно вот этот товар, который вы покупаете, путая его с другим производителем, он не лежит с товаром конкурента, не лежит на отдельных полках. Или, допустим, даже в магазине, в котором не присутствует товар конкурента. А вот за рубежом часто используют в таких делах это называемый принцип увядающей памяти, когда при сравнении даже с удами рассматривается сначала одно изображение, не так, как у нас вместе сравнивается. Потом сравнивается другое. И в данном случае, почему мы эту тему затронули, дело в том, что очень часто к нам какие исследования приходят, это на стадии еще досудебной подготовки, поскольку стороны знают, что зачастую суды смотрят именно с позиции факта, смотрят сами, не всегда ожидаемый результат, делают несудебное исследование, заключение специалиста, где мы, исходя из методики, поскольку у нас есть эксперты, не только патентоведы, но и эксперт, допустим, лингвист, который может обозначить какие-то важные вещи с точки восприятия человека, собственно, искусствоведы, который может, по крайней мере, выделить, что у нас появляется доминирующим элементом, что не доминирующим. Проводим анализ и, соответственно, делаем вывод сходности до степени спешения или нет. А еще такой очень интересный момент, попадались случаи, когда, как ни странно, забывали о том, что степень спешения, это не только учет, что значение схожее, но и внимательное отношение к классу, в котором зарегистрирован товарный знак, ведь у нас, по сути дела, право распространяется именно на класс, в котором товарный знак зарегистрирован. Грубо говоря, был такой случай, когда был зарегистрирован знак обслуживания, знак обслуживания был зарегистрирован по классу, который предполагает оказание услуг по консультированию, помощи в продвижении товаром третьих лиц. Собственно, это услуги, которые делают рекламное агентство, маркетинговое агентство, такого вот рода. Этот знак был зарегистрирован для организаций, которые занимаются услугами, каким оказывается, там, это логические услуги. Естественно, они не занимаются никакой помощью в продвижении товаров третьих лиц и так далее. И при этом они предъявляли претензии к другой организации, которая занимается продажей осветительного оборудования. Собственно, ни те, ни другие не занимаются рекламой. В принципе, там, этот знак обслуживания был бесполезен, тем не менее, знаки были достаточно похожи. Если бы они были в одном классе, то у нас, соответственно, было сходство достигления смешения. Поскольку классы разные, был неправильно прочитан информация об этом классе, соответственно, получилась ситуация, когда два знака, изначально неисходные до степени смешения, были объявлены знаками до степени смешения. Вот мы рецентрико по такому делу делали. Следующая тема, о которой мы хотим поговорить, это основания для отказа при регистрации товарного знака. Олесь, поясните нашим зрителям, на какие моменты стоит обратить внимание и, собственно, что необходимо предпринять, чтобы избежать возможного отказа при регистрации товара. В данном случае по поводу избежать я не скажу, поскольку чаще всего к нам все-таки уже приходят за консультацией или за заключением в той стадии, когда отказ, собственно, уже полученный. Тем не менее, мы все равно можем проводить заключения предварительные. Мы скорее не проводим, у нас немножко другая категория дела идет. Дело в том, что, да, когда полученный, собственно, отказ в регистрации, у заявителя может быть определенное время для того, чтобы он мог оспорить это решение в палате по патентным спорам. Вот как раз за консультациями, да, и за исследованиями нам, как правило, приходят на этом этапе, когда, да, уже предстоит слушать в палате по патентным спорам. Здесь такая ситуация, на самом деле, если читать гражданский комплекс, там достаточно много пунктов, по которым предусмотрен возможность отказа в регистрации заявленного товарного знака, знака обслуживания. Это, на самом деле, разговор на несколько тем, поэтому, скорее, я бы для начала остановиться хотела на следующем, наиболее распространенное, это когда отказывают в регистрации там товарного знака, знака обслуживания в связи с тем, что они не обладают так называемой различительной способностью или состоят из определенных элементов, которые, соответственно, тоже прописаны в ГК. Во-первых, по поводу различительной способности, это достаточно такое еще до конца сильно неопределенное понятие в научной литературе, да, есть несколько подходов, но смысл в том, что обозначение, оно может быть у нас словесным, комбинированным, изобразительным, объемным, вплоть до того, что вкусового, правда, вкусового, да, еще нету, оно не обладает теми способностями, которые позволяют потребителю выделить товар, соответственно, в ряде других товаров. Вот, и здесь такой очень интересный момент. В Гражданском кодексе у нас, говорится, вот, собственно, например, обозначение может состоять из определенных, но только из каких-то определенных элементов, да, которые, по сути дела, приведут к тому, что различительной способности нету. И, ну, я перечислю, наверное, эти понты, во-первых, это вошедшие во всеобщее потребление для товара этого вида обозначения. В данном случае мы, конечно, исследования не проводим, это чаще всего проводится исследование при помощи соцопросов, допустим. Второй пункт – это то, что обозначение является общепринятым термином или символом. И здесь надо сказать, что проводятся исследования, причем исследования проводятся как раз не аппетентоведческие даже, да, проводятся либо лингвистом, либо искусствоведом, поскольку с языком, собственно, вербальным у нас работает лингвист, и он как раз может указать на то, что дать расшифровку, что да, термин вообще потребительный, ныне нет. И символика – это, соответственно, изобразительная форма. Ну, реже бывают случаи, когда указывают на то, что обозначение характеризует, допустим, товар, указывают на их вид, на количество, на качество, на свойства, там меньше спорных моментов, чаще всего лингвистически работает. Вот. И еще один такой момент, вот если мы берем все те элементы перечисленные, которые, да, вроде бы, изначально указывают на то, что товарный знак не может быть зарегистрирован, я еще раз перечислю, это вошедшие во всеобщее употребление для товаров этого вида обозначения, это являющиеся общепременными символами и терминами, обозначения – это то, что характеризует товаров, в частности указывает на вид, на свойства, какие-то назначения, на ценность. То есть это обозначение, которое представляет форму товара, который определяется исключительными свойствами товара. Ну вот в законе есть тоже такое интересное ограничение. Во-первых, эти элементы, они все-таки могут присутствовать, знаки, но быть включены в качестве неохраняемых элементов только при условии, если они не имеют доминирующего значения. И в данном случае тоже проводятся исследования, если это только словесное, если обозначение, то у нас работает лингвист, а если это комбинированное словесное или изобразительное, то работает либо искусствовед, либо лингвист, либо искусствовед. Сейчас я объясню, в чем дело. Дело в том, что понятие доминирующего элемента, это оно, если вы посмотрите в тех же рекомендациях по экспертизе заявок, прописано, но не до конца. Дело в том, что доминирование, допустим, в изобразительном знаке, в словесном значении, оно во многом как раз определяется композиционными свойствами. А вот эта вот разборка позиционных свойств, он как раз сугубо в области, допустим, искусствоведа находится. То же самое словесное обозначение в комбинированном, слово в комбинированном обозначении, оно может быть менее доминантным, более доминантным, несмотря на то, что многие просто пытаются в этой экспертизе, в зависимости от того, какой шрифт, какое положение в надписи используется. Соответственно, поэтому, например, в комбинированных и лингвистах и искусствоведа не сработает. Вот. И еще одно такое ограничение, это тоже интересный момент. Если обозначение состоит из вот этих вот элементов, но они образуют комбинацию, обладающую, опять же, различительной способностью. Часто у нас почему-то считается, что различительная способность, это только к этому способны только обозначение с некой семантикой, да, что там какой-то смысл заложен. С одной стороны, это, может быть, я скажу верно, а правдивно, чем действительно человек сначала смысл воспринимает, потом чаще всего форму, но даже если в знаке нет смыслового значения какого-то, тогда вступает вот этот вот момент, когда человек начинает воспринимать зрительно, да, формально какую-то там особую композицию. У нас были случаи даже, когда мы работали с полностью заявляемыми абстрактными товарными знаками, где, соответственно, усталовывали о том, что все равно зрительной различительной способностью оно обладает, то есть есть различительная способность. Вот, ну, для начала, наверное, все, потому что, в принципе, там можно... Хорошо, я думаю, что мы продолжим, да, по остальным признакам. Следите за нашими выпусками, мы продолжим. Всего доброго, до свидания.